Курс на модернизацию агропромыслового комплекса. На Гомельщине селета побудуют 10 молочно-товарных ферм. Двезь их в Мазырском районе. Як ожидаются работы, далее в сюжете. Директор предприемства «Слободское имя Ленина» Юрий Бажанков на будущую молочно-товарную ферму приезжает часто. Первые коровники тут у великих зимовищах были побудованы еще в минулом 100 годе. Недавно проведена реконструкция. И это выдатный приклад того, как с советской побудовы сделать нечто новое. А побочь сегодня кипит новая будовля. Подмурок, монтажная и каркасная работы доброго порадкования целком готовы доильно молочный блок. За несколько месяцев работы сделано немало. Комплекс различен на 600 голов, что даст макчимость повеличить дойный статок на этой ферме в несколько разов. Струйка у нас началась 27 февраля этого года. На сегодняшний день работы выполнены практически процентов где-то на 80. Дойный зал закончен строительно-монтажной работы по дойному залу в полном объеме. Качество работы сегодня очень хорошее. Поэтому я не думаю, что будут какие-то проблемы у нас с сдачей фермы. Курс на высокую продукционность тримают и на предприемстве «Козинки Агро». Побочь с девчей молочно-товарной фермой у Творычевцы будуют новый сучасный комплекс. Два коровники, больше чем на 500 голов и доильно молочный блок. Просторные помешкания дозволят створить комфортные умовы для коров и отримливать от них больше молока. На данный момент работают больше 100 человек на объекте. В основном работы выполняются нашими силами ОГО «Мозыркомстрой» и привлечен подрядчик. И вот уже начинаются спецработы. Привлекаем подрядчиков. Это Белсенцехмонтажность Мозырский и ДПО Мозырское, где специальных иных работ. Будовнейшие монтажные работы идут без перепынков. Сдать обо два стратегично важные объекты Мозыра не повинны в листопаде. Миклай Зайцев, телерадио компания «Гомель» при поддержке телеканала «Мозыр».